Фотоэлектрический эффект Явление фотоэффекта обнаружил Генрих Герц в 1887 году. Если осветить светом электрической дуги цинковую пластину, установленную на электрометре, то стрелка прибора быстро принимает вертикальное положение, что свидетельствует об уменьшении заряда вплоть до нуля. Это означает, что под действием ультрафиолетового излучения из цинковой пластины вырываются электроны. Явление вырывания электронов из вещества под действием света называется внешним фотоэлектрическим эффектом. Законы фотоэффекта установлены в 1888 году профессором Московского университета Столетовым. На схеме изображена схема опыта Столетова. Цинковая пластина является катодом К. Перед ней установлена металлическая сетка, играющая роль анода А. Источник ультрафиолетового излучения, С, освещает катод через сетку. При этом в цепи возникает фототок И, который регистрируется гальванометром. Если же цинковая пластина соединилась с положительным полюсом батареи В, то есть являлась анодом, то ток в цепи отсутствовал. Исследуя зависимость фототока И от напряжения У между катодом и анодом, Столетов установил, что эта зависимость не подчиняется закону Ома. Из графика видно, что фототок сначала растет, а затем перестает увеличиваться. Максимальное значение фототока получило название токонасыщение ИН. Столетов устанавливает, что фототок насыщения, а следовательно число вырываемых светом фотоэлектронов, прямо пропорционален интенсивности падающего света. Меняя частоту падающего излучения, Столетов обнаруживает, что при некоторой минимальной частоте фототок исчезает. С другой стороны, фототок в цепи возможен даже при отсутствии источника. Это объясняется тем, что электроны, выбитые светом из цинковой пластины, могут иметь скорость, достаточную для того, чтобы достичь сетки, то есть замкнуть цепь. Следовательно, чтобы превратить фототок в нуль, нужно приложить обратное задерживающее напряжение УЗ. Тогда, согласно закону сохранения энергии, работа сил электрического поля, тормозящего электрон, должна быть равна его кинетической энергии, где Е – заряд электрона, МЕ – масса электрона, В максимальная – максимальная скорость электрона, которая определяется формулой. Опыт показал, что эта скорость зависит только от частоты падающего излучения. Таким образом, Столетов устанавливает следующие закономерности фотоэффекта. Первое. Для каждого вещества существует минимальная частота света, так называемая красная граница фотоэффекта, ниже которой фотоэффект невозможен. Второе. Фототок насыщения прямо пропорционален интенсивности света, падающего на катод. Третье. Максимальная скорость определяется частотой света и никак не зависит от его интенсивности. Четвертое. Фотоэффект практически безинерционен. Фототок возникает одновременно с освещением катода с точностью до одной миллиардной доли секунды. Законами классической физики эти закономерности не объясняются.